Немало граждан Эстонии оказались разбросанными по миру в период пандемии коронавируса. Есть сейчас и наши соотечественники, и в одном из эпицентров в Италии. В Милане сейчас находится прославленная эстонская фехтовальщица Эрика Кирпу, многократный призер чемпионатов Европы и мира. Она с нами на связи по скайпу. Доброе утро, Эрик. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Как мы понимаем, вы не случайно оказались в Италии, потому что в последнее время вы все время там тренируетесь, правильно? Да, после прошлой Олимпиады я на два месяца приехала и осталась. Вы остались и оказались в Италии уже после того, как пандемия началась или еще до этого? Да, да, до этого, после прошлой Олимпиады, в 2016 году я приехала, и вот уже три с половиной года, как я здесь. Так что, когда началась пандемия, в принципе, мой дом уже был здесь, в Италии. Но встретила я ее 8 марта в Будапеште на соревнованиях, когда мы узнали, что Ломбардия – это регион, где находится Милан, закрывают. И мы были такие немножко ошарашены этой новостью, не знали, что нам делать, не знали, сможем ли мы вернуться, а потом, если мы вернемся, сможем ли мы выехать, потому что у нас еще были соревнования в программе, в планах. И мы на тот момент остались на неделю практически тренироваться еще в Будапеште. Но когда стало известно, что соревнований больше не будет, и Эстония тоже объявила чрезвычайное положение, я вернулась в Милан. И вот я здесь две недели на карантине. Италия – у нас такая самая большая страшилка, наверное, для тех, кто считает, что ничего особенного в связи с коронавирусом предпринимать не надо. Им говорят, вот посмотрите, какой кошмар творится в Италии. А на самом-то деле как? Какие настроения там у людей? На самом деле кошмар. Я тоже сначала недооценивала, честно признаюсь, эту ситуацию. И так, ну не то, что подшучивала, но так, может быть, где-то слегка иронично относилась к этому. Но потом, когда я поговорила с врачами, которые работают в больнице, там, конечно, оврал, там все серьезно, действительно, это проблема. И сейчас я понимаю, что это ответственность каждого из нас. Вот, что мы можем помочь миру стать лучше, и нужно научать себя в первую очередь. Если есть такие указания, оставаться дома, значит, лучше оставаться. Потому что часто этот вирус, он незаметен, и молодые ноги переносят его очень легко. Но можно передать его кому-то, для кого это будет серьезной проблемой. Поэтому лучше все-таки соблюдать осторожность. Ну, если говорить о вас, то как у вас сейчас проходят тренировки? Все-таки вы спортсмен высоких достижений, и понятно, что без тренировок все равно ваша жизнь не обходится. Нужно поддерживать как-то форму. Как вы выкручиваетесь в этой ситуации? Выкручиваемся в прямом смысле слова. Но поскольку сейчас получилось такое межсезонье, даже в какой-то степени, из-за сложившейся ситуации, можно себе позволить не такие тренировки, как обычно, в сложившихся условиях. И, к счастью, мой молодой человек, он тоже световальщик. Так что у нас получается и с ним вместе тоже тренироваться. Тренируюсь, продолжаю все равно работать, даже просто потому, что скучно, а что еще делать? И обычно тренируюсь два раза в день, не каждый день. Один раз это ОФП, вообще физическая подготовка, и один раз специально это, фехтовально. Мы не фехтуем, но какие-то парные упражнения или какие-то технические связки мы с ними выполняем. А какие правила сейчас действуют в Милане? То есть, скажем, на улицу, на пробежку вы можете выйти просто так? Ну вот с пробежкой такой неинтересный момент, потому что сначала вроде она была разрешена. Сейчас официально, если честно, я не знаю, но на эту тему ходит очень много шуток, даже в каком-то регионе здесь. То есть, вроде как, мэр написал такую табличку, где сказал, что если вы после карантина бегать не будете, я вас всех там накажу. Но люди просто используют эти разрешения, как там, входить кому-то в гости и просто говорят, что а, нет, я бегал. Поэтому следят. Я знаю, что штрафуют и, ну, если как-то там полиция или карабинеры, вот они вдруг подумают, что нет, ты не бегаешь или нет, ты не идешь в магазин продуктовый, то они штрафуют. Это реально. То есть, это не так, что там можно выкрутиться. А, кстати, о продуктовых магазинах. Как вы обходитесь? То есть, у вас аптеки, продуктовые магазины действительно открыты, туда можно сходить. Да. И есть ли какие-то ограничения? Потому что, как мы знаем, в некоторых странах, например, в одни руки дают только определенное количество товара. Как у вас? Ой, нет, нет. Слава богу, у нас есть продукты, магазины работают, и все хорошо. Вот эта волна паники, когда все сметали с полок, она прошла уже давно. Единственное, что бывают, да, очереди в магазины. Не во все магазины пускают там всех людей. То есть, где-то есть там какой-то лимит количества, которое может находиться одновременно в магазине. Вот. Но, слава богу, да, продукты есть, и есть возможность доставки на дом. И люди, ну, поскольку многие же сейчас без работы, те, которые имеют возможность работать в сфере, вот в продуктовой сфере, они, конечно, прям пашут, прям работают. И если есть возможность работать там круглосуточно, они будут это делать. Вы сказали, все сметали с полок магазинов. А что больше всего пользовалось спросом? Так же, как у нас, гречка и туалетная бумага? Или были свои итальянские особенности? Ну, вы знаете, гречки в Италии нету. Вообще? В таком доступе, как в Эстонии. Ее можно найти, но так как у нас нет ее. Ну, и туалетную бумагу не сметали. Я не знаю, с чем это связано в Эстонии. Я потом прочитала уже, что, может быть, это какое-то такое веяние из Китая, что вроде как в Китае власти призывали носить с собой рулон туалетной бумаги, чтобы не прикасаться к чему-то там и не дезинфицировать руки постоянно, а использовать, вот, отрывать кусочки туалетной бумаги и использовать. Ну, я не знаю, с чем это было связано. В Италии такого ажиотажа не было. Ну, скажем, в Эстонии у нас сметали с полок и макароны, а Италия — это страна, где паста производится в больших количествах и в большом многообразии. Люди скупали побольше вот этот вид продукта или нет? Да, однозначно да. Когда была вот паника, пасты, ну, не то чтобы не было, но, может быть, не было той, которой бы хотелось. Просто уже, когда тут начинаешь жить, уже начинаешь так привередничать немножко, хочется такую, а не такую. Поэтому, да, может быть, там каких-то видов пасты не было. Но, вы знаете, есть такая тенденция здесь, в Италии, они вообще, у них культ еды, и они любят готовить. А когда их посадили на карантин, так они вообще, по-моему, из кухни не вылезают. Они пасту делают дома, поэтому для них это не такая большая проблема, я думаю, если вдруг там на полках чего-то не было в магазине. Вы владеете же итальянским языком, следите за местными новостями? Какие в целом сейчас настроения, что говорят населению? Пик пройден, и ситуация пошла к улучшению, движется, или же все еще призывают к бдительности, к соблюдению строжайших мер и говорят, что худшее мы еще не миновали? Скорее, говорят, что мы миновали уже худшее. Каждую неделю, а то и чаще выступает премьер-министр, и в это время все постойки смирно здесь. Это прям очень важно для них. Они относятся с ответственностью. Все-таки в большинстве своем я вижу контраст, например, с Россией, где там, да нет, там все ерунда. Они сейчас уже, конечно, поняли, что это все серьезно, и они настроены бороться, настроены соблюдать правила. То есть они ждут команды от правительства, когда уже можно будет что-то там дальше делать. А правительство, в свою очередь, оно, да, сказало, что, наверное, скорее всего, пик мы перевалили, но еще нужно подождать. То есть еще до 14 апреля минимум мы будем закрыты. Но есть такая тенденция у них, они там еще две недели, еще недельку. Поэтому мы как бы пока что не обольщаемся, не думаем, что там нас откроют сразу. Но люди, пока что я вижу, что они готовы к этому, они готовы, они понимают, что это нужно, и они готовы жертвовать и ждать. Спасибо вам, желаем всей Италии благополучно пережить это время.